Привет вам, друзья, из соснового леса, в который мы пришли вместе с умной и сегодня мокрой овчаркой для того, чтобы собрать один необычный дикорос. Это исландский мох или лишайник под названием цитрария исландская. Вот так он выглядит. Мы в лесу, в котором цитрария от горизонта до горизонта растет. Ее здесь очень-очень-очень много. Да, Вайли? Обязательно нужно мне ноги поставить, да? Ну, кто так делает? И мы ее с вами будем сейчас узнавать и собирать. Немножко едят комары, но мы набрали вот такую большую коробку цитрарии. Сейчас вам покажем, как она растет. Смотрите, вот здесь подстилка леса. Ну вот, полностью вся подстилка. Видите, ничего больше нету, кроме цитрарии. Цитрария и кое-где встречается кладония оленей. Вот, видите, как кладония выглядит и вот как выглядит цитрария. Но в целом все вот эти вот лишайники называются ягелем. Цитрария очень хорошо изучена. Мы собираем ее вот такими коробками для того, чтобы использовать в еде, в косметике, в лечебных целях. Ну и заготовить ее на зиму. Вот так выглядят слоевища цитрарии в сухом лесу. Сейчас здесь полностью сухо. Видите, все-все-все-все-все кругом в цитрарии. Кое-где серыми шляпками встречаются кладони. Ну, в основном везде-везде-везде-везде. У нас с вами здесь цитрария. Находимся мы с вами в Нижегородской области. Но цитрария растет повсеместно. Главное учиться ее узнавать. Ты заснул, что ли, дружище? Давайте с вами разглядывать слоевище цитрарии и учиться отличать ее от других лишайников. Ну, в целом сложно спутать ее с кладони оленей. Видите, она такая сероватая, голубоватая. После дождя будет немножко более зеленая. Но у нее слоевище, как оленьи рожки. А у цитрарии слоевище листоватые, называется правильно. Собираем мы небольшой... Вот видите, вот большая шапка у нас цитрарии. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, комары. Шапка большая здесь цитрария. И мы с вами возьмем небольшой кусочек. Для того, чтобы не нарушить наш с вами большой вот этот талон лишайниковый. Мы взяли немножечко слоевищ, сразу их почистили в лесу от иголочек сосновых, если у вас сосновый лес, от грязи, от земли. Почистили и вот так вот в коробочку положили. Очень часто вы можете встретить в таких лесах слоевища, которые перевернуты вверх ногами. И, собственно, такие вот большие куски я тоже собираю, потому что цитрария в целом к грунту не прикрепляется. Это такой, скажем так, механизм не необходимый. То есть она, в принципе, может существовать и в виде перевернутых шапочек. Вот видите, как здесь они валяются вместе с кладоней. Вот на подстилке серые, сероватые вот такие вот слоевища. Это те слоевища, которые сбили животные. Возможно, животные, может быть, ветром. Веточки падали, сбивали. И вот такие слоевища побольше можно уже смело брать, потому что так мы точно совершенно не нарушим систему, скажем так. И складывать такие большие слоевища в нашу с вами заготовочку. Можно собирать, кстати, для чистого сбора, например, для чая. Можно собирать ее при помощи ножниц или просто отламывать вот так вот слоевища. Так вы меньше всего навредите лишайнику, но это если вы собираете действительно для чая. Что мы делаем с принесенной домой вот такой вот прекрасной цитрарией? Ну, во-первых, мы готовим из нее чай, когда наступает период болезни, когда мы кашляем. Он очень хорошо помогает. Продается цитрария и в аптеках. Учтите этот момент. Поэтому мы ее так активно и используем. Также цитрарию мы используем в качестве декоративных украшений для дома. Она при намокании шевелится, зеленеет, источает приятнейший аромат соли, моря. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Я думаю, что почувствовав его самостоятельно, вы уже сможете его как-то более конкретно описать. Еще цитрарию мы используем в качестве сырья для производства мыла, бельди, и для производства гидролатов. Гидролаты и косметические средства из цитрарии очень хорошо заживляют кожу. Также они используются и в медицине для промывания гнойных и ожоговых ран. Усниновая кислота, которая содержится в цитрарии, способствует быстрому заживлению и быстрому очищению ран. А также используется уснинат натрия, то есть натриевая соль усниновой кислоты, которую, собственно, выделяют из лишайника под названием цитрария исландская. Что ты за собака такая? Скажи мне, что ты за собака такая? Все в тебя втер, да? Здесь лес. Перед тем, как собирать цитрарию, обязательно уточните, не занесен ли этот лишайник в Красную книгу вашего региона. В нашей Нижегородской области собирать цитрарию можно. Вот такая у меня алькитарка медная. Я загружаю в этот отсек лишайники, цитрарию. Здесь кипит водичка, здесь емкость-приемник, а здесь вот такая вот система охлаждения. Охлаждение купола, видите? На купол поступает холодная вода для того, чтобы образовывался конденсат. Водичка кипит, вода кипит вот здесь. Вот эта часть занята плотно набитой цитрарию, а эта часть, собственно, система конденсации и охлаждения. Конденсат происходит вот здесь и стекает по желобку вот этому в трубочку, которая отправляет гидролат уже в емкость. Запах у него такой интересный очень, нежный, лесной, воздушный, а жидкость цветом прозрачной. Ну а потом мы разливаем гидролаты по вот таким вот флаконам из темного стекла и пользуемся ими в качестве косметического средства. Наверняка многие из вас видели в продаже в интернете так называемые деревья из цитрари. Вот из такого лишайника, который мы с вами сегодня собирали, делают интерьерные композиции, которые нужно опрыскивать водой, вследствие чего они приходят в движение, зеленеют и источают приятный запах. Сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, вот наш полностью сухой лишайник, на который мы будем наносить воду. Вот так из шланга полью. И покажу вам, что происходит. Еще раз попробуем продемонстрировать. Поливаем водичкой и смотрим. Намокание цитрария становится мягкой, вот такой вот совершенно пластичной и зеленой. Это свойство как раз и используют для создания тапиариев, которые при намокании начинают приходить в движение и выглядят очень декоративно. Декlar по комнате чувствуем. Продолжение следует. Продолжение следует...